Всем привет! Меня зовут Владимир. Мы находимся на кухне Джон Дори. Сегодня мы будем готовить новинку фарш из морского окуня и форели. Погнали! Берем луковицу красного лука. Нам нужно будет два зубчика чеснока. Сейчас мы их сразу немножко почистим. Мы сегодня будем готовить нежнейшие котлеты из фарша морского окуня и форели. Нарезаем наш лук мелким кубиком. Очень мелким, чтобы он, условно, не чувствовался в наших фарше. Жарим на медленном огне на оливковом масле. Я уже сейчас плакать начну. Так, представление, в какой вкусной будут котлеты. Давно лук не жарил просто. Так, пока обжаривается наш лук на среднем огне, мы можем чуть-чуть подрезать чеснок. Раздавливаем чеснок и можем его мелко тоже порезать очень мелким кубиком. Два зубчика нам нужно будет, не больше. Жарим недолго, буквально в течение пяти минут. Сильно не будем жарить, потому что еще непосредственно все будет обжариваться вместе с котлетами. Поэтому мы можем уже добавлять чеснок. Чеснок свой аромат очень вкусный даст. И уже сюда можно добавлять сразу молотый кориандр. Много не нужно, буквально вот две щепотки. Две щепотки кориандра. Щепотку молотого перца черного. Перемешаем. Так, добавляем чуть-чуть тоже, буквально щепотку орегано сушеного. Для аромата. У нас еще будет взбить молодая копченая паприка, но мы ее добавим непосредственно уже в фарш. Я уже вижу, что наш лук уже готов, поэтому мы уже можем выключать его. И будем приступать, ну, даем ему остыть слегка. И будем приступать к замешиванию нашего фарша, пока остывает наш лук с чесноком. А сейчас мы приступим к замешиванию нашего фарша. Вскрываем фарш. Аккуратно. А сколько грамм здесь фарша? Фарша идет 400 грамм. Два лоточка по 200 грамм. Берем наш фарш. Слушай, очень удобно, можно разморозить, сколько тебе нужно. Очень удобно. Тут подложечки убираем. Все, остальное выбрасываем. А что это за подложки? Подложки, чтобы отводить влагу, чтобы фарш давал, ну, если влага какая-то есть, она будет собирать влагу и ничего не будет, как бы, в самом фарше. Все, фарш, соль, пару щепоток, томатная паста. Немножко паприки. И для освежающего вкуса добавим буквально два листика мяты. Мелко рубим. Можно взять чуть больше, можно взять 3-4 листика. Я немного погорячился с двумя. Все, мелко порубили. Добавляем фарш. Добавляем 2 столовые ложки муки. Это чего мука? Мука, чтобы скрепить наш фарш, чтобы он лучше держался, когда мы будем жарить наши котлеты. И замешиваем наш фарш. Добавляем наш лук. Смесь, точнее, лука с чесноком. Фарш. Мы просто не добавляем сразу, чтобы просто текстура лука сохранилась легкая. Добавляем оливковое масло. Немного. И важный момент. Смачиваем руки водой, чтобы сам фарш не прилипал к нашим рукам. И будем формовать небольшие грамм по 50-70 котлет. Мы сформовали наши котлеты. Немного приплюснули. И отправляем жариться. Распределим масло. Уже на нашу сторону. Еще немного смочим руки. Такие вот красивые котлеты у нас получаются. Все. Наши 4 котлеты сформированы. Можно даже крышечкой сейчас их накрыть, чтобы они лучше в середине прожарились. Попрошу ассистента подать мне крышечку. Ассистент, крышечку. Спасибо. И ставим на маленький огонь. Буквально по 4 минуты с каждой стороны, чтобы наши котлеты обжарились под крышкой. Обязательно важный момент. Сейчас мы переворачивать будем наши котлеты. Прошло уже 4 минуты. Красивая золотистая корочка получилась у нас. Как они выглядят? Мамма миа. Накрываем еще крышечкой. Буквально на 2 минуты. Потом добавим воду. И еще 2 минуты потушим уже с водой. Так, добавляем немного воды, чтобы еще с водой наши котлеты протушились. Эффект паровой бани создать. Тут мы можем немного нагрев увеличить, чтобы было больше пара. И еще 2 минуты буквально жарим с водой. Так, ну в принципе можем уже отдавать. Можем выключить наши котлеты, чтобы они немного подостыли. Все, они уже готовы. Берем наш хумус непосредственно. А что за хумус? Скажи поподробнее. Хумус нашего собственного производства. Важный момент. Мы его делаем сами. С форелью, опять же, нашего копчения. Горячее копчение на ольховой щепе. Очень вкусный, тоже нежнейший. Берем хорошо так вот вместе с форелью хумус наш. Щедро так сдабриваем наш лаваш. Можем чуть-чуть так вот для красоты размазать. Так, теперь берем наши нежнейшие котлеты из форели и морского окуня. Выкладываем красиво. Можем взять несколько помидоров черри. Можем просто их пополам так разрезать и все. Одну небольшую веточку мяты. Пару листиков тоже для красоты. Все, наши котлеты нежнейшие готовы. Из рыбного фарша. Приятного аппетита! Сейчас, конечно же, попробуем то, что мы сделали. Так, можем еще немного хумуса взять для вкуса. Они такие нежные, просто не передать словами. Вот мята все-таки, слушай, не зря добавили мяту. Реально чувствуется освежающий такой, как эффект. Лучок такой, далекое-далекое-легкое покруствование. Сам буду каждый день дома делать. Хумус просто бомба. Рекомендую. Себе тоже дома возьми. Кирилл, попробуй. Реально пушка.